Сотрудник учебного центра МЧС предлагает школьникам примерить противогаз и шлем пожарного. У другого стенда молодые люди облачаются в современную кольчугу воина российской армии. На профориентационной площадке учебных заведений школьникам рассказали, где в Омске можно выучиться военной профессии. Выставка прошла в рамках регионального форума военно-патриотического движения «Юнармия». 600 человек стали участниками первого юнармейского пространства – школьники Омской области, военнослужащие, представители органов исполнительной власти и члены ветеранской организации. Сбор юнармейских отрядов посвятили 30-летию вывода войск из Афганистана. Я благодарна именно вам, дорогие дети, за то, что вы подхватили инициативу взрослых, за то, что вас сегодня так много, что этот зал с трудом вмещает всех желающих. А сколько еще осталось дома, в школах тех, кто выбрал для себя путь служения Родине. Не в профессиональном плане, а в плане души, веления сердца и желания сделать так, чтобы никогда не вы и те поколения, которые будут после вас, не испытали то, что, к сожалению, пришлось испытать тем, кто сегодня сидит в нашем зале. Юнармейское движение в Омской области активно развивается при поддержке регионального правительства. Первый отряд появился в июле 2017-го. За прошлый год численность движения выросла с 500 до почти 2,5 тысяч школьников. Красные береты участвуют в областных мероприятиях и всероссийских конкурсах, основная тематика которых – патриотическое воспитание. При поддержке губернатора Александра Леонидовича юнармейское движение в Омской области вышло на новый уровень. С каждым годом охват молодежи этим движением все больше и больше. Это движение, юнармейское движение, оно направлено на то, чтобы воспитать среди молодежи, в нашей молодежи, чувство патриотизма, любви к своему отечеству. Чтобы молодые люди знали свою историю, гордились своей страной, гордились своими предками. Сегодняшнее мероприятие у нас приурочено к 30-летию вывода войск из Афганистана. Как бы тем самым мы подчеркиваем ту преемственность поколений. Здесь присутствуют ветераны боевого братства, это те люди, которые прошли Афганистан. И вот в таком живом общении с детьми передают какой-то свой жизненный опыт, какие-то свои жизненные позиции. В торжественной обстановке с произнесением клятвы юнармейцы посвятили 20 ребят. Значки им вручили представители ветеранского движения «Боевое братство». У организаторов на этот год наполеоновские планы – увеличить численность участников в два раза. На это и нацелен форум юнармейских отрядов. Сегодня специально работают интерактивные площадки, которые малозатратные, которые можно организовать непосредственно даже в дальних, отдаленных населенных пунктах. И, например, мы сегодня показываем выставку военного вооружения военных лет. Это выставка передвижная. И здесь же педагоги могут сразу договориться с нашими коллегами о том, чтобы выставка могла к ним непосредственно приехать, непосредственно пройти по школам. Ведь в районах Омской области с каждым днем становится все больше и больше юнармейских отрядов. В рамках форума юнармейцы смогли попрактиковаться в сборке-разборке автомата Калашникова, проверить свою меткость в тире, посетить выставку вооружения и, конечно же, познакомиться с ребятами из отрядов других районов области. У нас проходят мероприятия, они очень интересные. Разборка, автомат, сборка, магазины, маршировка строевая. Ты, конечно, к этому всегда готовишься. И вот когда особенно выигрываешь, прям душа так радуется, что ты не зря тренировался. Я принимала участие вот до сегодняшнего момента только в одном соревновании, окруженных соревнованиях по юной армии. Мы тогда заняли первое место, мне очень понравилось. Там была строевая подготовка, мы маршировали, конкурс строевой песни, разборка автомата. Нас обучали разбирать автомат, стрельба из винтовки, пистолета, историческая викторина по дням воинской славы. Все эти вещи нужно знать, уметь молодому человеку? Конечно, это обязательно нужно знать, потому что как можно быть гражданином Российской Федерации и не знать историю своей страны. Ближайшие масштабные мероприятия юнормейцы проведут 28 февраля. Они планируют пронести знамя победы по всем районам Омской области.